Если вы взяли собаку с улицы, привели их куда-то там, включили лампочку и дали еду, то никакого, я не знаю, образования условного репрекции в течение первых 10-15 проб вы наблюдать не будете. Какой причине? А собака у вас все время будет отвлекаться. И все время будет интересно сунуть свой нос то в одно место, то в другое, там, проверить на прочность все детали обстановки и там подобное. Поэтому на практике, Павлов как работает? Собаку закрепляли между двумя деревянными рамками, такая установка так называлась, станок Павлов. Ну, просто две прямоугольные деревянные рамки, так, ременными петлями, ну, поясок вокруг талии на две рамочки растяжка, поясок вокруг локтя, поясок вокруг бедра к рамочке растяжка, так, значит, даже хвост привязывали, чтобы хвостом не мотало. Значит, в результате собака могла сделать только две вещи. Она могла либо поднять голову и увидеть лампочку, либо опустить голову и увидеть еду. Она просто ничего другого сделать не могла. В этой ситуации, когда отвлекаться было не на что, действительно условный реплекс формируется очень быстренько и очень просто. Так, значит, поэтому первое время Павлов очень злился на вот это отвлечение собаки. Первоначально посчитали это действие тоже рефлекторным и назвали рефлексом, в кавычках, что такое, со знаком вопроса. На павловских средах, это в записи павловских семинаров первое время, этот механизм так и описывался, рефлекс, что такое. Значит, потом стали его специально изучать, получил название ориентировочный рефлекс. Ориентировочный рефлекс. И оказалось, что такого типа рефлекс есть абсолютно у всех живых существ, имеющих достаточно сложную нервную систему. Зачем он нужен? Попробуем разобраться вот на каком примере. Значит, вот я сел за этот стул, на этот стул, за эту, на другую, вот я сижу. Так, и допустим, вокруг меня абсолютно ничего нового не происходит. Не меняется ни один стимул, ни один сигнал. Ни один новый звук не возникает, ни одно новое изображение, ни один новый запах. Все вокруг меня прежнее, что я уже воспринял. Воспринял. Отлично. Скажите, пожалуйста, с какой вероятностью я в следующую секунду поем? С нулевой. Поем, поем. А почему с нулевой? Да передо мной еды нет. Для того, чтобы передо мной появилась еда, что должно произойти? Она должна откуда-то появиться. То есть, новый сигнал должен в поле восприятия появиться? Должен. Пока он не появился, есть ли основания ожидать еды? Ни малейшего. Хорошо. С какой вероятностью, а в следующий момент получу по шее? С нулевой. Почему? А у меня там за спиной никого нет. Так, значит, возникнет звук, возникнет колебания, там, паркеты, еще что-то. Вот тогда сигналы о изменении в ситуации, да, ну, могу и по шее получить. Значит, ну и так далее. Любое биологически важное воздействие, чем обязательно претворяется? Что сначала возникает? Определенные новые сигналы. Теперь вопрос в результате. Вот у вас есть система восприятия, которая как раз и получает сигналы из внешнего мира. Как по-вашему, вот как запрограммирована система восприятия у всех животных? Все воспринимаемые сигналы имеют одинаковый приоритет? Или среди них выделяются самые приоритетные? Какие сигналы являются самыми приоритетными? Глупости. Глупости. Думать. Какие? Неожиданные. Неожиданные. На самом деле, просто переменные. Новые. Неважно, вы могли его ожидать, но если произошло изменение сигнала, так? Произошло изменение сигнала, это значит, изменилась ситуация, это значит, может произойти что-то новенькое. А если сигналы не изменяются, вероятность того, что что-то новое с вами произойдет, есть или ее нет? Нет. Нет. Поэтому любая система восприятие, значит, предполагает наличие систем, сравнивающих сигнал, который мы сейчас получили, с тем, который был там секунду назад. И если изменения нет, и сигнал тот же самый, он никак не поменялся, то для тех, кто понимает, как работает компьютер, хотя бы слегка, вот такой устойчивый сигнал просто сбрасывается в оперативную память. С тем перестают его видеть. Так? Значит, зачем это делается? А для того, чтобы не загружать в систему ту информацию, которая уже принята. В результате освободившуюся мощность можно использовать для чего? Для обработки новеньких сигналов. Исходя из этого, кстати, очень интересная вещь. Значит, вот я смотрю на стену, повернулся, смотрю вот на эту груз. Как поважено, картинка у меня перед глазами меняется или неизменна? Неизменна. Что с ней должно быть? А система должна ее отключить. Через 2 секунды я должен ослепнуть. Так? Вот для того, чтобы у нас этого не происходило, предусмотрена следующая система. Наше глазное яблоко ни на долю секунды не останавливается. Глазодвигательные мышцы 5-7 раз в секунду. Слегка разворачивает глазной яблоко. Угол разворота очень невелик, всего несколько угловых секунд. Но за счет этого картиночка, спроецированная на сетчатку, все время стоит на месте или все время немножко смещается? Все время немножко ездит по этому экрану. Так? Поэтому наш глазик не слегкает. Как эту идею можно проверить? Когда я еще учился в университете, у нас на большом практике психологии, на худеть психологии, работал совершенно гениальный человек по фамилии Яргус. И он придумал достаточно простую установку присоска Яргусом. Вот глазной яблоко человек. Вот нижняя века, ресницы. Вот верхняя века, ресницы. Вот здесь где-то глубоко в глазнице начинается зрительный нерв. Вот здесь идут глазокрикотные мышцы. Так. Вот ярко окрашенная кольцевая мышца, радужка, которая придает свет вашему глазу. Вот это центральное отверстие в радужке, как называется? Зрачок. Сквозь него свет попадает вот сюда, во внутреннюю часть глазу. Нам вот это уже неинтересно, нам нужна передняя камера. Что предложил Яргус? Берем из пассивного пластика, из такого сейчас оптической линзы, которая на глаза ставит, делаем так. Делаем присосочку небольшую, а на это присоску закрепляем рамку для диапозитива. Значит, я понимаю, что для большинства современного молодежника слово диапозитив мало что скажет. А для старшего поколения это было достаточно важная вещь. Что такое слайд? Понимаете ли? Да. А слайд проявит? Скажите, пожалуйста, при этом происходит ли смещение изображения вот на этом экране? Да. Правда? Обратите внимание, рамка закреплена прямо на поверхности глаза. Если повернулся глаз, ровно так же передвинулась рамка. Изображения в результате ползают по глазному дну или остаются стабильными? Остаются стабильными, но оно не смещается. И вот в этом режиме, таки, да, действительно, примерно через 2 секунды глаз начинает слепнуть. Картинка, раньше было не с чем сравнивать, сейчас вполне себе даже есть с чем сравнивать. Значит, ну вот если вы, допустим, встанете постарше, будете делать презентацию, выполняя подготовку к каким-то своим докладам, выступлениям и так далее. Смена кадров на презентации на компьютерном экране может происходить по-разному. Одна из опций при смене кадров у вас в периферии экрана начинает меркнуть. Она становится все более и более однородной, изображение постепенно сжимается к центру, а потом полностью стирается. Вот примерно такой эффект наблюдается при работе с присутствием якуса. Картинка смещается, 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 хлоп, точку и поток. Все, ослеплен. Почему? А потому что сигнал оказался строго постоянным. А наша нервная система его просто выносит во дне. А обрабатывать она будет только те сигналы, которые меняются. Вот если вы возьмете вот в этой диагностичке иголкой дырку проделываете, и хотя бы один лучик света через эту дырку будет попадать к вам на сечет. То, что окажется, весь кадр устойчивый, а в серединке его мигает некоторая точка, она переменная. И вот тут же все увидите. В чем дело? А дело в том, что из вашей оперативной памяти будет вынута информация об устойчивой, неизменной картинке, и на нее сверху добавлена информация о переменной точке. Да? Значит, я боюсь, что то, что мы сейчас проговорили, для самых младших является достаточно сложным для понимания. Но, ребят, здесь я вам должен сказать. Если вас интересует наука, не надо бояться сложных вещей. Надо стараться в них разобраться. Тогда в дальнейшем что-то у вас есть, шанс, что будет получаться. Да, прошу. Я просто снялте, я презентирую вас прозреть. Да, конечно. Практически сразу. Потому что на самом деле, что произошло? Вот почему вы перестали видеть? Дело в том, что, еще раз я подчеркиваю, как работает система. Она, приняв сигнал, если он постоянный, просто отдает его на хранение в короткопременную память. И сигнал там хранится, он никуда не девается. Как только вы сняли диапазитив, у вас сигналы из внешнего мира пошли постоянные или переменные? Конечно, переменные. Наши глазики у вас чуть-чуть дрожат. Называются эти движения микросаккады. Так? Значит, как только пошли переменные сигналы, тут же включился полный анализ. Ситуация понятна? Значит. Итак, переменные сигналы, изменчивые сигналы, имеют наивысший приоритет при расшифровке всей информации, которую получает наша нервная система. Почему? А потому что именно они могут реально говорить о возможных биологически важных событиях в будущем. Так? Отлично. А в результате? Есть у нас собака, которая там, я не знаю, завтракает. А в это время сзади раздался резкий звук. Что необходимо сделать? А немедленно исследовать его источник. Ведь дело в том, что любой новый сигнал означает изменение ситуации. Так? А вдруг этот звук связан с тем, что собаку через, я не знаю, 3 секунды будут бить. Так? А вдруг он, наоборот, связан с тем, что собаке через 3 секунды не просто едут, а самое важное лакомство, самое любимое ее дадут. А вдруг это связано еще с чем-нибудь биологически важным. Поэтому любой новый сигнал должен быть исследован. А для того, чтобы его исследовать, что надо сделать? Сделать его источник. А чем искать будем? Глазами. Только глазами. А сезанием. Ага. Ну, а сезанием сложно. На ощупь искать, а то вам надо вплотную подойти. Значит. Скажите, пожалуйста, а на какой части тела у всех позвоночных находятся органы чувств, способные принимать сигналы от удаленных объектов? Так на какой части тела они все находятся? На голове. Что надо с головой сделать? Развернуть в сторону источника сигнала. Так? Значит. Итак. Какие компоненты ориентировочного рефлексия? Первое. Разворот головы в сторону источника сигнала. После этого фокусировка глазиков. То есть мы наводим органы чувств прямо на источник. Зачем? Чтобы собрать все о нем информацию. Зачем? А мы проверим по ассоциативным взаимосвязям. Раньше подобные сигналы к чему приводили. Вот если не приводили ни к чему плохому. Так? Нужно ли продолжать вот этот режим чрезвычайного положения? Нет. Ну если предшествующие ассоциации говорят, что да, такие сигналы были, но ничего плохого не следует. Все, мы исследование закончили и возвращаемся к своей миске. Что будет в слюноотделении? Восстановится, конечно. А если обследование сигнала дает ассоциативную взаимосвязь с какими-то неприятными в прошлом делами. А вот тогда можно на время отказаться от еды, для того, чтобы вовремя покинуть опасную территорию. Или защищаться. Защищать себя, свою еду и все прочее. Отлично. Так вот, это мы с вами разобрали. Немножечко потолковали о ориентировочном реплексе. А вот сейчас просьба для тех, кто со мной с самого первого, моего занятия. Откройте-ка определение реплекса. Мы с вами писали определение реплекса. Для тех, кто тогда отсутствовал, напоминаю, реплекс это стереотипное, то есть строго определенное, стереотипный ответ организма на строго определенный сигнал, идущий с участием нервной системы. А вот теперь, вроде бы, полное несоответствие в случае ориентировочного рефлекса с определением самого механизма. Чем может запускаться ориентировочный реплекс? Звук может запускаться? Может. Светом может запускаться, то есть изображением? Да. Может. Запахом может запускаться? Может. Изменением давления может запускаться? Может. Изменением температуры? Может. Ну и где же у вас здесь строго определенный сигнал, который запускает эта программа? Вроде бы все возможные сигналы могут запустить. Прошу. Может быть, да, вообще как воздействие на организм. Опа. Тогда он вообще никогда не должен включиться. У нас просто всегда идет общее воздействие на организм. Более старший народ, те, у кого уже есть физика. Ну-ка, напрягайте мозги, у вас есть понятие, которое в данном случае сработает. Еще раз. А тогда почему все остальные сигналы в него не переделываются? Еще раз. А как и кричают, имеющие значение от неимеющих? Еще раз. А какие максимально приоритетны? Жизненно важный. На нем что, штемп стоит? Жизненно важный? Нет. Еще раз. Вы абсолютно правы. Повторите. Какие? А, вы? Давайте. Какие? Новые. Новые. Те, кто изменился. Так. Народ, который уже в седьмом классе старший. Значит. Какая величина физики обозначается буквой дельта? Изменения. Дельта температуры, дельта силы, дельта концентрации и так далее. Так. То есть, на самом деле, ориентировочный рефлекс включается значением сигнала или дельтой сигнала? Дельтой. Неважно, какой сигнал. Если он меняется, это знак ко включению машинки под названием ориентировочный рефлекс. Если сигнал остается неизменным, ориентировочный рефлекс не включается. Идея понятна? Так что все определение рефлекса остается на месте. Ну и последний кусочек, который мы сегодня сделаем. Как же выглядит целостная картинка поведения? Родился Алименов со своей системой врожденных рефлекс. В течение первых месяцев жизни его поведенческие программы будут обогащаться за счет создания условных связей. Сначала первого порядка, потом и старший порядок. А в случае, если условия меняются, если подкрепление исчезает. Ну вот как мы говорили про водопой. Подкрепление исчезло. Так старая условная связь распадается, тормозится. А взамен что включается? Думать. Думать. Поведенческая задача. Какая теперь стоит перед Олененками? Старый бы такой пересыл. Найти новый, как сказать вам. Какая система может обеспечить поиск нового? Ну-ну-ну, еще раз. Нельзя безусловные рефлексы настроить на неизвестное. Они уж для этого совершенно неприбудны. А когда вы ищете новое, вам предстоит иметь дело с неизвестным. Еще раз. Какая имеющаяся у любого животного рефлекторная машинка поможет поиску новых соотношений? Ведь какое соотношение ищет Оленен? Какого-нибудь такого сигнала, который бы устойчиво связывался с водой? Ага, в воздухе. Отлично. Еще раз. Какую рефлекторную машинку можно включить для того, чтобы он активно искал? Нос. Рефлексы рефлексов. Конечно, ориентировочный рефлекс. Ориентировочный рефлекс, который будет запускаться не самим значением сигнала, а его изменением. В какую сторону Олененок пойдет? Туда, где воздух более сухой или более влажный? Понятно, что он дельту меряет. Не просто факт наличия влаги в воздухе, а разницу. И движение будет направляться не куда угодно, а туда. Поэтому эту рефлекс называют ориентировочным. Его задача сориентировать активность живого организма в данном пространстве времени. Хорошо? Значит, в результате ориентировочный рефлекс является условием сложения все новых и новых адекватных условных рефлексов. При изменении ситуации старые неадекватные связи распадаются. Происходят забывания. А на их месте возникает за счет первоначального срабатывания ориентировочных рефлексов строится новое, которое соответствует вот имеющимся на данный момент изменившимся условиям среды. Вот так примерно происходит всю жизнь. Не только с ориенком, не только с лягушонком, но и у нас с вами. Значит, ну и оставшиеся три минуты наши, на что используем. Дело в том, что сложные системы двигательных условных рефлексов иногда еще называют иначе. Двигательные навыки. Ну и приведите мне пример двигательных навыков, которые есть у всех здесь присутствующих в аудитории. Письмо, конечно. Сложный двигательный навык. Ходьба, да не только ходьба, а вообще умение двигаться на двух ногах. Человек рождается с этим умением? Нет у нас врожденных рефлексов на эту тему. Это очень сложная система двигательных навыков, которая формируется, ну, при нормальном развитии, в ходе первого года жизни. Ну, а дальше доводится до полного совершенства в ходе последующих двух лет жизни. Значит, поэтому скажите, пожалуйста, если ребенка родителя оберегают настолько, что он в течение первых полутора-двух лет ни разу не упал и ни разу не расшип себе нос, коленку, лоб, там, я не знаю. Это хорошо или не очень хорошо? Не очень хорошо. Не очень хорошо. На самом деле его двигательные навыки неустойчивы. Так? И вся система ответно-двигательных реакций у него будет притормаживаться. Наша система очень жестко работает. Так? Если нет основания работать на полную катушку, то ей нельзя заставить работать на полную катушку. Если нет представления о возможной боли в конце определенного действия, то вы любыми там ссылками на разум, на, ну, подумай же, не добьетесь абсолютно ничего. С тем просто не будет задействовано. В ней нет информации о возможном отрицательном последствии. То, что мама будет ругаться, конечно, важная вещь, но это просто полдругой епархии. Это никакого отношения к боли не имеет. А система запускается не этой системой сигнала, а ровно лунтой. Значит, к двигательным навыкам будет относиться и ваша возможность писать, и возможность рисовать. Так? И возможность работать на клавиатуре компьютера. Но вот это уже сложные двигательные навыки, имеющие под собой смысловой подтекст. Не чистая моторика, конечно, вам спасибо. Да? А речь идет сюда? Речь намного сложнее. Она включает в себя и двигательный компонент, конечно. Но это явление потрясающе сложное. Так? Значит, ну, как это проще всего показать? Значит, про глухонемых людей слышали, которые не могут произносить звуки? Значит ли это, что у них нет речи? Нет. Нет, конечно, не значит. Речь у них, конечно, есть. Какая речь? Не звуковая, а жестовый язык или знаковый язык. Это, кстати, два разных варианта языка. И о том и о другом мы будем с вами говорить, когда зайдет речь о языках животных и о основании человеческого языка. Что такое знаковый, что такое жестовый. Так что речь отнюдь не сводится к системе производства звука. Это действительно очень сложная реальность. Это мы с вами на данном этапе, на вполне неплохом уровне значительной высшей школьной программы, распотронили всю тему, связанную с рефлекторной регуляцией поведения, с рефлекторным бизнесом. При этом, позвольте себе вернуться к первому занятию, когда мы смотрели, а какие еще регуляторы реакции, кроме рефлексов, существуют. Мы с вами наскребли три разные формы. Рефлексия – это только одна из. А какие еще возможны? Местные реакции и индивидуально изменчивое поведение. Ну, напоминаю, что местная реакция – это реагирование отдельных клеток или участков ткани без всякого участия нервной системы. Ну, просто на каждой клетке есть свои собственные белки рецептора, которые, принимая определенный сигнал, вызывают определенные изменения событий внутри клеток. Типичный пример местной реакции – допустим, загар. Так, значит, вы повалялись где-нибудь на солнышке, и через некоторое время при регулярности у вас меняется оттенок кожи. Никакого отношения к рефлекторной системе от реакции не имеют. Это у вас отдельная клетка, каждая сам к себе реагирует. Ну, и, наконец, самая сложная форма регуляции поведения – индивидуально изменчивое поведение. О нем мы в этом году скажем совсем-совсем немножко, потому что это действительно реально высший пилотаж. И как раз вот здесь мы с вами выйдем на границу, когда кончается физиология. Кончается физиология, и начинается эпархия другой науки совершенно. Какой? Психология, совершенно верно. При этом физиология является от начала до конца естественной наукой. То есть она хорошо редуцируется к химии, а химия к физике. То есть можно свести причины физиологических реакций к биохимическим, а разбираясь с биохимическими взаимодействиями, в конце концов, сойти до уровня взаимоотношений внутри отдельных атомов, организации связей между атомами и так далее. Вот здесь такой ряд срабатывает. Психология – это наука из другого блока. Типичный вариант гуманитарной науки. Там совершенно своя логика вывода. Абсолютно иная природа исследуемых объектов. И делать прямой перескок вот такой границы между физиологией и психологией крайне не рекомендуется. Результаты оказываются, мягко говоря, не то чтобы даже спорными, а, к сожалению, чаще всего смехотворными. Огромное количество... Причем существует хорошо известный закон. Чем лучше человек в качестве физиолога, чем он более грамотный биолог, тем сложнее ему объяснить некоторые аспекты психологических сторон поведения человека. Такой человек всегда будет иметь тенденцию объяснять все на свете через физиологические реакции, не задумываясь над элементарной пищей. Дело в том, что на самом деле единственное, что реально умеет нейрон, это генерить, спавить нервный импульс. Характер нервного импульса во всех участках вашей нервной системы ровно одинаков. С какого перепуга возбуждение и работа одних участков рождают у вас одну группу ощущений и образов, а возбуждение и работа другой группы нейронов рождают другие системы ощущений и образов, можно, конечно, представить себе, что ваше ощущение это и есть, так сказать, информационная начинка, нематериальная информационная, работа как раз этого блока. Значит, извиняйте, здесь возникнет следующий вопрос, который окажется ровно настолько же неснимаемый. Информация у вас крутится вот здесь, вот здесь, а ощущение-то ваше приурочено не сюда, а вон туда. Вы не ощущаете яблоко у себя в голове. А вы ощущаете его во внешней среде. Каким образом при этом можно реконструировать привычный нам четырехмерный континиум пространства-времени, остается совершенно непонятным, просто ни разу. За всем все, я понимаю, что последние две минуты того, что я говорил, младшая фракция, скорее всего, поняла только союза. Ну или предлоги, может быть, еще. Так что последние там несколько раз относились скорее к старшей фракции, здесь собравшись. За всем все на сегодня.